Здравствуйте! Представляем вам краткую инструкцию по использованию программного обеспечения лазерного анализатора LIS. И конкретно рассмотрим в этом ролике режим сравнения с эталоном, его возможность. Итак, чтобы зайти в режим сравнения с эталоном, нужно нажать третью кнопку слева на экране. Это кнопка весов, после чего открывается окно с предупреждением, что необходимо выключить автоматический выбор базы данных. То есть, мы должны заранее знать, какой тип сплавов мы измеряем. Но в данном случае мы будем рассматривать на примере. Давайте для начала нержавеющей стали. То есть, мы отключаем в настройках автоматический выбор, выбираем нержавеющая сталь. И заходим обратно в режим сравнения с эталоном. Здесь мы видим, у нас есть три варианта, каким образом можно проводить сравнение. Первое это с измерением. Второе это, собственно говоря, с эталоном, состав которого известен. И можно проводить сравнение с маркой. Но сейчас мы каждый последовательно из этих режимов и рассмотрим. Начнем с сравнением с измерением. То есть, что это значит? У нас есть какой-то образец, состав которого мы можем даже и не знать в общем случае. Но нам нужно сравнить другие образцы с этим первым. То есть, одинаковые ли они по составу, похожи на него или нет. Так вот, мы измеряем в серии первый образец. Определяем его химический состав. И он запоминается, этот состав, в качестве эталона. Теперь все следующие образцы, которые мы будем снимать, пока мы не выжили, конечно, из режима сравнения, будут сравниваться с этим первым, который запомнен в качестве эталона. Вот берем другой образец и выполняем снова серийную съемку. И увидим мы результат, соответственно, сравнения следующего с этим первым, который мы запомнили в качестве эталона. Ну вот вы видите, что практически все элементы специально выбрали такую же марку, совпадают. Ну, немножко отличается кремний углерод. Но в целом понятно, что это практически тот же самый состав. И возьмем специально образец, который отличается по хрому, то есть более существенно, но по остальным элементам тоже похож. То есть это немножко другая марка, но близкая. Ну вот вы видите, что здесь, в этом измеренном сейчас образце хрома почти 20%, а в нашем эталоне было 16%. И таким образом, ну вот, удобно проводить подобные сравнения. Если взять еще раз снова какой-то четвертый образец, то таким образом вот можно проводить сортировку в пределах даже одной марки, определяя, например, партию металла. Или просто оценивая количество примесей, которые могут, безусловно, варьироваться даже в пределах одной марки. Ну, рассмотрим теперь следующий, соответственно, режим. Здесь мы переключимся на другую базу, это сталь, потому что мы будем рассматривать. На примере черной стали, в настройках выбираем сталь. И, так как мы будем рассматривать режим сравнения с эталоном, то мы заводим эталон. Возьмем это ГСО эталон, УГ-116 образец. Для него мы можем задать в эталонах все элементы, концентрация которых для него известна. Можем задать какую-то часть, если мы хотим сравнить не все. Эти же эталоны потом можно использовать и при калибровке. Если вы посмотрите наше видео, посвященное калибровке, то вы, соответственно, узнаете, как с помощью эталонов, которые мы один раз заводим на приборе, можно перекалибровать прибор. Итак, мы заводим эталон УГ-116 по паспорту. Вот, ну, введем для примера 4 элемента, не все, которые есть. То есть, можно все ввести, можно какую-то часть, можно один. То есть, в зависимости от того, какие элементы мы хотим, соответственно, проверить. Вот, ввели, заходим снова в режим сравнения, выбираем уже раздел эталоны, выбираем из списка эталонов тот эталон, с которым мы хотим сравнить, с значением которого, точнее, мы хотим сравнить наше измерение. Ну, и, собственно говоря, берем этот эталон УГ-116. То есть, мы должны получить полное соответствие. С помощью этого режима сравнения именно с эталоном для известной концентрации, для которого заданы известные концентрации, удобно проверять корректность показаний, в принципе, нашего прибора. Если вы видите, что они почему-то отличаются, то, соответственно, один раз введя эти эталоны, проведя вот это сравнение, ну, в данном случае, вы видите, что оно практически совпадает. Можно, при необходимости, с помощью этих эталонов, заведенных, сделать перекалибровку. Еще раз повторюсь, что для этого нужно посмотреть другое наше видео на канале. Ну, и для примера в этом же режиме мы возьмем сейчас не УГ-116, а какой-то другой образец, где отличается, в том числе, содержание и никеля, и там углерода в несколько. Ну, вы видите, вот, соответственно, красным цветом показывается, что, да, никеля здесь меньше, то есть, практически его нет. То есть, это не УГ-116. И третий режим, собственно говоря, это уже сравнение с маркой. То есть, да, у нас прибор при определении концентрации подбирает наиболее близкую марку и выводит на экран. Вы можете прямо там и выбрать другую, но если вы хотите именно сравнить с какой-то конкретной, то вот можно воспользоваться режимом сравнения с маркой. То есть, ну, выберем для примера, что мы хотим проверить, является ли это сталью 45. Выбираем сталь 45. Здесь можно посмотреть еще раз параметры этой марки. Берем для примера, опять же, сейчас вначале сталь 45. Ну, и выполняем измерение. Серийная съемка. Опять же, пять точек прибор автоматически измеряет. Сдвигаем немного образец. Получаем среднее значение, но мы видим, что оно полностью, да, попадает в диапазон. А теперь возьмем сталь 20 для примера. И будем, соответственно, сравнивать ее с маркой стали 45. То есть, чтобы вы понимали, опять же, как это работает. Тоже делаем серийную съемку. И получаем, вот, что по углероду, да, не соответствует, по марганц. Ну, а если мы переключимся на сталь 20, мы увидим, что это соответствует стале 20. То есть, вот таким образом можно использовать режим сравнения. Это очень удобная функция нашего программного измечения. Пользуйтесь. Подробнее можно прочитать в руководстве пользователя об этом также. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...